Дорогие друзья, продолжаем наше путешествие по книге Ти и Лим, 96-й Псалом. Вообще 96-й Псалом говорит о том, что в дни Машеха во Вселенной установится такой порядок, при котором сама природа будет явно и открыто отзываться на наши дурные и хорошие поступки, то есть время моментальных реакций. 11-й Послуг 96-го Псалома очень известный. Книга Зара, рассказывающая из этого Пасукова, выводится очень серьезная вещь о том, что заработок мужа всегда связан с женой, только от жены это все идет. Написано там, возрадуются небеса и возникнет земля, и в книге Зара пишется, что небеса это мужчина, а земля это женщина. То есть когда жена человека радуется, когда налажена в жизни так, что она получает удовольствие, то парноса придет к мужу. И вообще вот все абсолютно написано, все доходы, все связано с женой. То же самое и обратное. Вообще этот Псалом 96-й читает Каббалат Шаббат перед Шаббатом. Перед тем, как человек получает дополнительную душу, написано, что обязательно читает этот 96-й Псалом, потому что он как бы, ну, срезают, написано, обвинителей, колючки и розы. То есть перед тем, как получить душу, лучше прочитать. Есть в древних книгах написано, что чтение 96-го Псалома для себя или для близких является тем, что добавляет радости. То есть если ты хочешь обрадовать свою душу или близких, читайте или... Очень близок еще к нам по-другому. Сейчас нам остается совсем чуть-чуть до Рошашана. И вот в Рошашана читают 96-й Псалом. Написано с Гула, что если ты читаешь 96-й, это как бы на весь год ты получаешь хороший заряд такой. При опасности читают 96-й Псалом, при путешествии по морю в первый раз, три раза читают 96-й Псалом. И во время эпидемии всяких там болезненных распространений читают три раза 96-й Псалом. Что еще сказано? Что в принципе, да, почему читают? Потому что 96-й Псалом, он как бы снижает уровень, ну, списывает некоторые грехи. А эпидемия не столько физическая болезнь, говорил Ларий Кадош. Это ситуация, когда из-за грехов поколения Ашем дает разрешение ангелу смерти выходить и забирать людей. Ну вот и все по 96-му. Брахава Ацлахан.